Всем привет! Сегодня в Лондоне вот такая погода. Это 2 октября, где-то 14 градусов, но мы довольны, потому что мы собираемся лететь на Мадейру в Португалию. Мы прилетели на Мадейру. Наверное, самый красивый аэропорт, который я видел пока что. Вот здесь аэропорт, а вот здесь океан. Немного короткой информации расскажу. Мы собирались лететь на остров Кефалония в Греции, вчера вы должны были, но там оказался очень сильный шторм за пару недель, город сильно разрушился, и в итоге нам сказали, что не ехать. Поэтому начали искать другие места, где можно поехать, начали смотреть в Турцию. В Турцию очень дорогие билеты из Англии, Кипр был, Кипр вроде бы нам очень понравилось, начали все изучать, но потом оказалось, что они обязательно требуют сделать тест и прилететь вместе с ним. А в Англии тест на ковид на одного человека стоит около 100 фунтов, поэтому мы эту идею откинули и нашли вариант полететь на Мадейру. Чуть дороже билеты, но очень красиво здесь. И здесь тоже оказалось, что нужно делать тест, или они могут сделать его по приезду. И вот мы прилетели, проходишь, тебе дают бирочку, ты дальше проходишь в очереди, заходишь в кабинку, все люди в специальных костюмах, масках. Нас попросили изолироваться до конца, до получения результатов. В течение 12 часов, как они говорят, нам уже пришлют результаты полностью и скажут, можно ли гулять или нет. Вот такая ситуация. Прикольно, что остров выделяет на это деньги, чтобы туристы прилетали, не заморачивались. И тут все очень сильно тестируют, проверяют. Мы сейчас идем на самую восточную часть острова Мадейра. Здесь мыс. Вот тут будет название, потому что его сложно очень выговорить и запомнить мне. Ну, в общем, буду просто показывать, чем рассказывать, потому что здесь просто очень красиво. Приехали в маленький городок, тут нашли парковку. В общем, мы ехали сейчас с того мыса и увидели очень красивый пляж, но он оказался на территории какого-то комплекса отелей. Они сейчас закрыты. Вот, в принципе, этот отель. Да, здесь все открыто. Парковки для машин есть, все бесплатно. И пляж, на который мы успешно пробрались и покупались. В общем, здесь очень прикольно так, целый городок такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... Сегодня встали. Утром были тучи на нашей стороне острова. Ну, решили рискнуть, поехать на северную часть, посмотреть. Может, даже просто, если купаться, не выйдет. Просто посмотрим, как здесь. Сначала была очень красивая дорога. С горы по серпантину, маленькая такая деревушка. Локальные кафешки уже были очень красиво. А потом получилась вот такая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали в кафешку, прямо в городке у моря. Сейчас будем есть си-фуд. Вот такие здесь цены. Например, за такую тарелку миньи нужно запопить 6 евро. Довольно недорого. Принесли нам первое блюдо. Называется на английском Limpets. Мы не можем перевести, но это такие маленькие странные штуки морские. Будем пробовать. Они прямо сейчас шипят даже от сковороды. Приехали на пляж. Очень сильный ветер. Пальма тоже сдувает. Пальма тоже сдувает. Но пойдем сейчас туда вниз, за кору. И там должно не быть ветра. Надеюсь. Ну и с ветром хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Рум-тур квартиры в столице Мадейры за 30 евро в сутки. Вот такой вход. Здесь кухня, микроволновка, чайник, холодильник и все такие штуки мелкие есть. Здесь телек-диван, спальня, шкаф и душ. Такой еще. Балкон, веранда. И это все, то, что только наши. И вид на океан. В общем, все очень чисто, аккуратно и очень удобно, чтобы исследовать остров близко к аэропорту. Минут 15 на машине. Ну и на машине до ближайшего пляжа тоже минут 15-20. В общем, круто. Сейчас выезжаем, поедем жить в другой уже дом и покажем чуть позже. Сейчас едем в городок Сейхал. И по дороге заехали в маленькую деревушку под названием Сауэрисен. Здесь тоже оказалось очень красиво. А вот уже доехали до Сейхала. Здесь учат серфингу. Черный песок, совсем без камней. Что-то вообще невероятное просто. Облака летят на 80 метров 50, если не ниже. Если не ниже вообще. Приехали пообедать в этом городке в Сан-Висенте. Оказалось, очень вкусно здесь ресторанчик. Называется Caravella. Мы заказали местную рыбу. Вот тут будет сейчас название, потому что я не могу запомнить, как там называется. Такая черная страшная. Она подается с бананом в кляре. Очень вкусно. На вкус довольно, как обычная, наверное, как обычная рыба. Но очень нежная, очень мягкая. Вкусно. К этому всему принесли кучу еще гарнира. Рис, картошка, какая-то морковка. Много всего. Очень вкусно. И также мы взяли, но уже съели, не покажем, лимпеты. Это, конечно, просто номер один стартер по всей модели. Очень вкусные штуки такие с пивом. И салат. А что, продолжаем обедать. И эта кафешка, помимо всего, находится прямо возле океана. Вот тут за машинами уже слышно волны. Но не видно. Я так понимаю, делают такие высокие заборы, потому что очень сильно здесь шторм. И даже сейчас немного долетает вода. А вокруг горы. Приехали в новое жилье. Минут 10 надо было подниматься в гору от основной трассы. Вот такая здесь парковка. Это наш домик. Вход. В этот раз у нас полностью дом. Здесь вот такая за вход. Такая прихожая. Кухня. Здесь вот такая спальня. И душик. Все очень аккуратно и очень красиво. Но основная причина, почему мы сняли этот дом, это вот этот. Полностью бассейн тоже наш. Вот там гамаки. И вот такой вид. Недалеко от нашего дома нашли вот такую смотровую площадку. с видом на город. Вон там еще стадион футбольный. И вот такой закат. Доброе утро. Нам вчера сказали, что в 9 утра здесь на мопедах развозят свежую выпечку. Вот я стою, жду. Очень красиво. Но пока нет выпечки. Я еще, в принципе, так сейчас наблюдаю. Так здесь вообще подальше отъехали от столицы. И здесь прям вообще как будто бы село или деревня какая-то. Много заброшенных домиков. Много совсем таких простых. И видно, что люди там ухаживают за огородом, за деревьями. Сажают что-то. Самое классное, что здесь тепло круглые сутки. Вот сейчас в 9 утра и на улице, не знаю, 21-22. Можно спокойно стоять в шортах, в футболке. Тепло. Днем 23-25, а ночью там 19. Особо не падает. Первые дни, когда побольше было солнца, было прям совсем тепло. Мы с удовольствием купались по несколько раз в день. И позагорали, как мой нос. Вот. Я супер доволен тем, как в середине октября в Европе мы попалим такой остров, где можно было и покупаться, и позагорать, и погулять. И очень красиво. Когда еще немного постою, подожду булочника. Хотелось булочку. Но. Сейчас едем на самую высокоточку Мадейры, Пико-де-Ру-Иво. До нее доехать до машины нельзя, поэтому мы остановимся на Пико-де-Арайро. Там будет высота, по-моему, 1600 метров. Но мы уже в облаках, и даже так прохладно, но очень красиво. Поднимаемся все выше и выше. Посреди дороги появилась облака. Еще тут 15 секунд назад было, все хорошо видно. Через 300 метров. Все просто ничего не видно. Мы еще до верха не доехали. С ума сойти. Еще 30 секунд спустя, уже никаких туч нету. Мы уже поднялись выше. И вот то, основная парковка. Добрались. Жалко, конечно. Так много облаков. Должно быть очень красиво, когда без них. Мы сейчас стоим на вершине. И видно, как тучки с двух сторон застряли внизу. А сверху вот тут видно вам. Или нет, не знаю. Ветер прямо видно, как задувает тучу обратно вниз. Сейчас едем еще на одну смотровую площадку. Посмотреть. И может, точнее, немного полетать на дроне. А потом мы заселяемся в отель. Продолжение следует... Детям заселяться в новый отель. Решили остаться посреди ночи в отеле с бассейнами, с рестораном. Попробовать отдохнуть от отдыха немного. Вот, отель называется Soko Room. И будем показывать побольше уже внутри. Room Tour начинается. Сразу при входе очень большое зеркало. И раковина. Красиво. И кровать большая. Диван, мой главный вид. Здесь еще бассейн. И вот тут еще пляж от отеля внизу. Кровать, конечно, огромная. Самое интересное. Туалет. Вот здесь. А, вот здесь душ. Просто вообще без двери. Прикольно. Называется номер с Sea View. Он чуть дороже. Сейчас мы заплатили 116 евро в сутки за вот это все. В отеле также находятся три бассейна. Несколько ресторанов и пляж. Еще есть спа. Но спа не входит в стоимость. Мы еще будем исследовать, стоит ли нам туда идти или нет. Дали в отеле халаты и тапочки. Вот это вот. У меня просто 42 размер, наверное. Мы такого не ожидали. Вот основной бассейн. В принципе, главная причина, почему мы приехали в этот отель. В уличном бассейне мы уже належались. Теперь идем в Крытый. На улице вода в бассейнах 24 градуса. На улице тоже, наверное, сейчас 24-25 градусов. А в Крытом будет 27. Я в Греце. Мы сегодня пришли в ресторан в нашем отеле. Половину блюда мы уже не сняли. Все съели и забыли снять на видео. Но сейчас нам принесли главную рыбу, которая называется аспара. Здесь рыба, банан в кляре и что-то еще. Постепило уже утром, мы пришли на завтрак. Здесь шведский стол. Мы пока выбрали вот такое. Вот сок, кофе, булочки. Главное, забыл показать. Здесь такая клевая дорога в туннель. Прямо в скале. И он совсем такой старинный. Там видно, что все еще заросло зеленью уже. И здесь такой маленький водопад. Сейчас подъезжаем на самую западную часть острова. Там очень красивый маяк. И огромный обрыв. В общем, сейчас будет все видно. Я надеюсь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...